Здравствуйте! Перед Вами выступает Воронцов Александр Викторович. Во втором ролике расскажу, что есть человек, что есть машина времени, что есть мысли, поступки, слова наши. Человек и животные являются биологическими роботами, где есть детали мозг, глаза, ушные, раковины, внутренние органы, скелеты с костной тканью, кожа с покровом волос и шерсти, плазмы крови. Все эти органы, независимо от нас, управляются мозгом и ночью и днем. Мы только внешне можем повлиять на них, принимая лекарства и то, когда это необходимо, а более никак, а еще навредить, употребляя наркотики, травмируя себя на нервы или безрассудными действиями, переломы и так далее. Мозг является как база для хранения данных, компьютер, для управления всеми процессами в организме, для органов и самим человеком, глазами, руками, ногами, умом и речью, решает любые задачи с помощью разума, является приемником, антенной, которая связывает нас с внешним миром и от счастья с параллельным, откуда происходят новые изобретения, открытия, сами делаем посылы как во Вселенную, так и на другого человека, себе подобного в виде гипноза, порчи или исцеления. Также и от них можем принимать то же самое, зомбирование и так далее. Каждый орган подключен к мозгу и работает так, как это передает мозг. Плазма является переносчиком информации внутри органов. Электрические импульсы мозг кодирует клетки ДНК и ленту плазмы на специальные носители памяти. Для каждого органа по отдельности, понятного для расшифровки определенного органа, который имеет свой код, то есть другой орган не расшифрует чужую информацию и будет принимать только свою расшифрованную информацию. Для себя, которая рассчитана только для него и никого кроме для сердца сердцу, для почек почкам, для печени печени, для костей костям и так далее. Так как все остальное, все состоит из энергии, работает на электрических импульсах. Все задачи переносятся на специальных микроносителях в виде электронов и атомов и еще каких-либо составных частиц нам, еще неведомых наукой. Микрокосмоса внутри нас. Волны, составляющие всего разума, энергетические волны, составляющие всего разума, которые проникают в нас через мозг, преобразуются в какие-то другие волновые волны, как видочные, слуховые и обаяемые, так и испускаемые нашим мозгом в виде просьбы, речи, ума во Вселенную, к Богу или к нашему микромиру внутри нас. Ну, может через молитвы, так сказать. Ведь органы слышат нас и с ними надо разговаривать. Они как мы живые и все понимают и воспринимают. А мы забываем и вспоминаем лишь, когда придает и становится страшно. Они вместе с разумом мозга пока делают только то, что слышат от вас на подсознательном или речевом уровне. И работают на том, что заказываете изо дня в день вы. Если слышат страшное слово старея, то и исполняют то, что вы заказываете. Будьте осторожны в своих позывах и предпочтениях и помыслах. Ничто не останется незамеченным. Все воздается по полной программе. Ведь мысли и помыслы материальны и имеют свойство сбываться и исполнять желания. До определенного времени осознания всех тайн вы живете по программе, заложенной родителями, школой и божественным даром извне. Вы живете по инерции окружающего мира и страдаете и болеете от непослушания. Начинаете курить, употреблять алкоголь, наркотики. Иногда вести аморальный образ жизни, тем самым разрушая свой организм и нанося непоправимые, казалось, травмы для органов и тела. И если вы каким-то либо способом узнаете, что многое поправимо, вы начинаете действовать, поверив в чудо, что болезнь можно победить по способу бытия программы разума. Мозг заложена изначально, забытая с течением времени. Каждую минуту одни клетки отмирает, а другие нарождаются или зарождаются. А значит любой орган может в организме обновляться и любая болезнь отступит, какой бы тяжелой она ни казалась. Еще мозг можно назвать машиной времени, но это другая история, только могу привести пример. Ведь некоторые люди, экстрасенсы, могут заглядывать на многие годы как в будущее, так и в прошлое, двигать предметы, а в скором и депортировать научатся. Ведь все не за горами, и чем больше мы развиваемся, тем быстрее это произойдет. То есть, если нам, допустим, удастся научиться, ну, разовьем свой разум, допустим, до той степени хотя бы, которыми обладают другие цивилизации на других планетах. То есть, такие же биороботы, как и люди, ну, внешность, почему у них зависит, почему у них внешность другая? Да, потому что у них условия другие, у них другое солнце по-другому, возможно, на земле другого цвета день, другого цвета ночь. То есть, ну, все зависит от, как бы сказать, от окружающей среды. Поэтому и эти биороботы имеют другие формы, и также животные отличаются от наших земных. То есть, мир бесконечный, много, так сказать, неизученного, нераскрытого. И зависит все от того, ну, допустим, как развить наше понимание разума. То есть, разумом можно, как бы, ну, очень многое. Разумом можно делать, допустим, депортировать как в будущее, так и в прошлое. Вот, допустим, на основе вот даже экстрасенсов, которые, ну, допустим, многие люди их не понимают, простые, потому что, ну, невозможно это понять. Но, тем не менее, они своим разумом заглядывают туда, где это еще будет происходить через сто, через тысячу лет, допустим, они могут эту картину уже наблюдать. То есть, все отложено во времени. И все это существует, параллельные миры, Вселенная, то есть, наполненная планетами с разными, то есть, на многих планетах идет жизнь, но только в зависимости от условий, эта жизнь имеет разновидность. И так как там, значит, биороботы более развитые, то есть, цивилизации живут дольше, допустим, они, как бы, как бы выразиться, они вот могут, значит, строить летающие тарелки, пересекать Вселенную, допустим, и обладают неуязвимостью. То есть, их очень сложно, допустим, поймать, понять, допустим, они открывают, допустим, врата времени, допустим, ну, то есть, появляя, имеет свойство появиться, исчезнуть, допустим, это доказывают снежные люди, что они откуда-то из параллельных миров, значит, заходят в наш и уходят. Также много людей исчезает, непонятно по каким причинам, допустим, в Бермудском треугольнике, допустим, куда они девятся, так найти их не могут. И, тем не менее, были случаи, ну, что человек, даже вот женщина, значит, на Титанике утонула, и через, как говорится, через сто лет она очутилась, вот ее нашли, ну, вроде как американцы там куда-то припрятали ее. Потом еще хочу сказать, что всех, все цивилизации, которые на Земле когда-либо существовали, их было, ну, очень много. То есть, Земля, она существовала, наша планета, они существовали с самого начала, грубо так скажем, что, как Бог создал всю эту Вселенную. То есть, много было цивилизаций, много жизней на Земле. Но погибали все люди, вот именно, когда они уже доходили до интернета. Интернет, вот это оружие для народа. То есть, интернет, он знает все, то есть, он контролирует все банки, все оружие, там, допустим, все предприятия, всех людей. То есть, интернет, в конце концов, убивал эту цивилизацию. То есть, почему это происходило? А когда искусственный интеллект, разум начинает, искусственно его ошитворяет, то есть, начинает самостоятельно подменять людей, начинает думать за людей, то рождается вот такой сильный разум, который способен, ну, сделать... То есть, ему человек не нужен, уже будет. То есть, он способен сам все возделывать. Поэтому цивилизацию убивает. А почему нет? В наше время, допустим, не можем найти то, что было там миллиарды лет наших предков или там от цивилизаций других, подтверждающих реальность, что те цивилизации существовали, ну, и имели более сильные, как говорится, ну, способности, нежели мы. То есть, на этой же планете Земля. А это объясняется изменением земной коры. То есть, постоянно вот эти катастрофы какие-то, происходившие на Земле, там, по причине, там, допустим, того же интернета, или какой-то катастрофы, падение метеорита, или, допустим, просто Земля меняла, ну, как бы, перестраивала себя. И в этих случаях, там, где была Земля, была цивилизация, существовала когда-либо. Но те предметы, те, допустим, города, которые существовали на тот период, они или были разрушены, уничтожены огнем, ну, лавой, сплавлены, что не сгорело, значит, просто оказалось на глубине морского океана на сегодняшний день. А то, что, где была вода раньше, наоборот, океаны, там Земля вышла из воды, и зародилась, как бы, изначально опять новая жизнь. Поэтому наши ученые не могут отыскать доказательства тех цивилизаций, старых, ну, как бы, ушедших, которые, и не одно, которые жили на Земле, значит, вот они погребены, ну, или глубоко под землей, или под водой, или просто были уничтожены огнем, раскаленной лавой при извержении вулканов, там, и, значит, или, там, при взрыве, при столкновении метеорита, или еще каких-то, там, значит, вещей. Вот, примерно так. Все, спасибо.